приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова и как любая девушка я очень-очень люблю пробовать все новое и когда мне предложили протестировать продукцию с aliexpress магазина Focalure так называется Focalure я естественно согласилась мне прислали на обзор 5 продуктов это тени вот такие вот большая коробочка тени гель карандаш для глаз матовая помада я взяла еще попробовать спонт для нанесения тона и огромный набор кистей и давайте я вам все покажу и сама наконец-то все хорошенько рассмотрю мне понравилось что кисти лежат в косметичке это удобно чтобы они не валялись по всему моему ящику с косметикой огромный набор кистей которые пригодятся для всего для теней для румян для нанесения тональной основы для губ для корректора для пудры для румян то есть для всего-всего абсолютно давайте посмотрим качество вот одна кисть сразу выпрыгнула мы с нее и начнем кисти упакованы все в пленку а вот то что удобно для самой большой кисти есть отдельный такой чехол пластиковый по качеству приятная мягкий и в то же время упругий мех конечно перед тем как краситься кистями их обязательно нужно помыть и в принципе кисти нужно мыть часто ну примерно когда тональную основу наносим каждый раз нужно мыть кисть а если там пудра румян ну хотя бы два раза в неделю мы кисти стираем я их обычно стираю с шампунем самым обычным или можно взять мыло какое-то мягкое то есть кисти классные давайте еще одну интересную вот такая вот кисть она немного скошена а ей удобно делать коррекцию лица например скульптурировать лицо самых таких маленьких частичках кисти мне нравятся и дизайн у них классный и на каждой кисти написано тоже название интернет-магазина супер дальше давайте посмотрим спонж так здесь есть специальная метка где отрываем и спонж у нас лежит хорошо под замочком то есть можно будет его тут же и хранить спонжи тоже нужно часто купать обалденный зеленый цвет я именно такой цвет и хотела приятный спонж упругий очень такой классный буду им пробовать наносить тон потому что тон я больше всего люблю наносить кистями и вот как-то таким спонжем блендером пробовала тоже очень очень понравилось потому что он наносит тонкий слой хорошо прокрывает лицо и при этом оно становится идеально ровным так дальше посмотрим помаду обожаю помаду для губ особенно матовые помады в последнее время частенько в основном ими пользуюсь все запечатано очень хорошо чуть не понесла потери так открываем посмотрим какой тон так она у меня тут запечатано сейчас секунду ножницы возьмем ух ты какая большая баночка сам даже флакон тоже он пластиковый и матовый сразу вижу что удобная кисточка она прямо сделана заостренная под губой я думаю что ей будет удобно наносить помаду обязательно сейчас с вами попробуем честно говоря глаза разбегались когда я выбирала помаду потому что хотелось разные оттенки попробовать но я выбрала такой цвет чуть поярче для того чтобы губы выглядели более выразительными смотрим карандаш тоже все запечатано карандаши для глаз я люблю но не каждый карандаш мне нравится если карандаш жесткий я им красить не могу потому что он тянет кожу и становится очень некомфортно для глаз и коже тянется это вредно слишком мягкий карандаш он может сломаться и будет мазня какая-то на глазах то есть карандаш должен быть в меру мягкий и в меру упругий так открываем мне очень нравится упаковка она такая прямо не сдержанная приятная такая веселенькая посмотрим что за карандашик я брала цвет шоколад и как раз весь карандаш светлый и показано на кончике то что это шоколадный оттенок карандаш выкручивающийся то есть мы вот тут крутим и он потихонечку выезжает вперед сейчас он заостренный посмотрим как он будет в деле когда мы будем его использовать очень насыщенный такой красивый шоколадный оттенок сейчас с вами будем делать макияж осталось распечатать тени кстати на лице у меня уже лежит тон пудры румяна нет никакой специальной коррекции и немного покрашены брови остальное все мы сделаем с вами с помощью продуктов которые я сейчас получила открываем тени тени мне было интересно больше всего тени я крашу всегда я могу не красить стрелки например но тени и реснички обязательно такая красивая коробочка сейчас распакуем скажите а вы любите новую продукцию пробовать просто интересно я я обычно от любопытства волнуюсь так открываем что здесь ух ты еще одна упаковка чтобы тени не разбились ух ты как красиво там красота красота и как они открываются ух ты ведь как здорово то есть эта палетка она магнитная держится очень хорошо то есть я захлопнула все держится есть большое зеркало и смотрите какие тени они какие-то необыкновенные мне уже не терпится попробовать вау у меня глаза просто разбегаются но мы будем с вами делать макияж в принципе здесь все очень красивые я возьму какие нежные коралловые оттенки но сейчас будем пробовать тени рекомендуется носить всегда на базу то есть нужна основа сейчас я кстати сразу зеркало сниму это пленочка отсюда сниму защитную пленочку смотрите все теперь можно смотреть зеркало обалденно удобно и знаете что мне еще нравится то что набор очень легкий даже несмотря на то что он в принципе не маленький наверное 10 на 10 у него объем но он очень легкий то есть его даже можно с собой в дорогу брать или куда-то с собой будет очень круто так чтобы нанести тени нужно использовать обязательно праймер вы можете взять любой праймер есть сейчас возьму такой вот тюбик у меня есть серия oriflame the one одну капельку прям вот одну капелюшечку капельку вот выдавили капельку я наношу на веки туда где будут у меня тени и распределяем тонким слоем потому что тени любят основу то есть чтобы им было комфортно приклеиться и растушеваться так теперь я возьму кисть я возьму пока свои кисти теми которыми я пользовалась потому что новые нужно постирать я не могу сейчас использовать на лице но я уверена что они мне тоже понравятся кистей много не бывает и я считаю что одни пока сохнут можно пользоваться другими поэтому пусть их будет много итак давайте пробовать сначала я возьму какой-нибудь светлый оттенок ой прям глазки разбегаются давайте вот это мне интересно что такое вот с такими точечками получается mix беленькие розовые и какой-то такой натуральный телесный оттенок и я их нанесу немножечко прям вот на внутренний уголок и по подвижному веку что я сразу отмечаю тени не сильно то есть немножечко они сыпятся как я говорю пылят или не пылят вот эти тени даже их рукой хочу попробовать еще на пальчики такой приятный оттенок то есть при смешивании он получается просто такого нежного приятного цвета телесного и хорошо видно кстати сразу на второй глаз буду носить но не сильно пылят потому что обычно такие тени могут сильно пылить и засыпать все вокруг так возьмем какой-нибудь цвет поярче я прям соседнюю попробую ячейку буду их пробовать все по очереди чтобы распознать какой цвет ух ты такой красивый коралловый даже не пойму какой цвет обалденный я думаю что сейчас будет красиво я пройду эту стрелочку они светлые то есть не сильно яркие смотрите не не то что прямо вот вот я чуть чуть больше взяла и сразу их видно лучше так в уголочке мы возьмем сейчас переверну кисточку какой-нибудь яркий яркий оттенок от немножко пылит яркий яркий цвет и смотрите как я буду делать я вот так вот прикладываю сейчас секунду уголочек сделаем такой яркий и вверх так видите чуть-чуть напылила возьму вот их кисточку стряхну ой у меня внизу будет тоже перламутр но окей нам главное с вами посмотреть качество теней насколько они хороши смотрите цвет плотный яркий можно набирать больше или меньше то есть в зависимости от того что вы хотите давайте попробуем еще вот эти золотые золотые вот тут где много 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 блесток интересно как они будут себя вести смотрите на кисточку набирается прям много блесток я их прям сразу вижу и мы положим вот вот сюда а как красиво а вы знаете они оказались такими жирненькие потому что блестки иначе бы просто осыпались а из-за того что они такие вот на какой-то основе пахнет приятно то они вот просто припечатываются и остаются сразу смотрите как красиво такой прям молодежный дерзкий макияж можно делать и капельку подведем внизу я возьму самый темный оттенок вот отсюда из уголочка самый самый темный цвет и будем пробовать внизу подводить так здесь зеркало в общем-то палитра подобрана настолько интересно то что можно взять любые оттенки они все друг с другом будут классно сочетаться абсолютно любые так хорошо легли попробую пальчиком растушевать смотрите сразу держится хорошо немного поддаются тушевке прямо в меру но для пальчика больше не нужно получается красивый легкий рисунок а в самый уголок так мне нужна еще одна кисточка тоненькую сейчас почищу в самый уголок мы с вами нанесем не угадайте какой цвет но я хочу его просто попробуйте чтобы вы его увидели я очистила об салфетку кисточку у меня закончится и я хочу взять вот этот желтый яркий цвет немножечко и нанесу на внутренний угол глаза какая красота и чуть-чуть в уголок сверху и соединила посмотрите я сделала острым кончиком сюда сюда и соединила и получился просто знаете он получается желтый и переливается как голография такая то есть я вижу розовый какой-то оттенок желтый золотистые такие цвета соединяю с этой стрелочкой и продолжаю тянуть к внешнему углу как бы соединяя я не буду сейчас красить второй глаз потому что это будет долго главное вы посмотрели какой эффект можно достигнуть с помощью этих теней ну и немножечко конечно я хочу растушевать кончик потому что он очень густой получился слишком насыщенный вот так вот все и тут я положила блестки которые тоже очень красиво смотрятся обалдеть как классно мне очень тени нравятся прям такие на лето это то что нужно посмотрите еще раз на них поближе какие они красивые просто супер вот я брала любой любой абсолютно оттенок и они все вот с друг с другом как бы миксовались очень легко и классно супер давайте попробуем карандаш где он у нас очень интересно как карандаш поведет себя по теням потому что обычно бывает такое что карандаш по коже скользит хорошо а по теням он работать не хочет то есть отказывается сотрудничать как будет вести себя этот карандаш я начну с внутреннего уголочка отлично попробуем сейчас побольше выкручу мне нужна длина как стрелочку крашу идет хорошо несмотря на то что здесь блестки многие макияжи делают наоборот сначала карандаш потом тени и и так и так можно как вам больше нравится так и проведем стрелочку вверх вот сюда замечательно он не слишком яркий и в то же время его видно и он хорошо очертил глаз мне понравилось по его движениям то есть как он двигается очень хороший упругий острый достаточно мягкий не ломается то есть я на него не сильно давлю он оставляет сразу хороший след и попробуем как он будет в тушевке я просто размазываю так тру он тушуется но не могу сказать что он прям вот размазался в грязь видите он хорошо тушуется можно сделать смойки красивый макияж так попробовали следующий этап пробуем помаду потом я закончу макияж до конца покажу вам что в результате получилось так помаду буду украсить без контура попробуем как она поведет себя самостоятельно бутылочка удобная то есть я вот такими вращательными движениями могу набирать со стеночек даже если она будет заканчиваться уже я ее все равно наберу так пробуем заметили я лишнее сняла с кончика чтобы не было такого что помады слишком много лучше добавлять по чуть-чуть итак пробуем какой цвет красивый на самом деле даже превзошло мои ожидания потому что когда по картинке смотришь трудно угадать бывает такое что ошибаешься здесь же цвет просто огонь немного подождем помада должна быть матовая то есть через какое-то время она перестанет блестеть то есть некоторое время надо чтобы ушел блеск вот я прям вижу как она матирует прям на глазах ну вот сейчас ощущение очень комфортное когда закончу макияж полностью я вам скажу через какое-то время как будет помада себя чувствовать то есть как губы будут чувствовать себя под этой помадой но сейчас что я сразу отмечаю идеально удобная кисть я буквально одним движением провела без контурного карандаша я сделала красивый рисунок губ то есть я их подчеркнула слегка прям увеличила и при этом выглядит все мне кажется очень даже супер помада легкая легкая она не липнет абсолютно приятное ощущение что я могу сказать ну что я продолжу макияж и в конце скажу уже окончательный свой вердикт по продукциям и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак вуаля макияж готов давайте подводить итоги Итак что я хочу сказать тени мне очень понравились особенно порадовали тени с блестками и шиммером просто они настолько красиво переливаются вот эти тени в уголочках глаз и я посмотрела здесь в наборе несколько оттенков именно с шиммером карандаш гель справился даже с блестками то есть он проложил хорошую мягкую стрелку я почувствовала что карандаш легко идет по коже не тянет и не слишком мягкий то есть он не ломается просто отличный карандаш и помада как себя повела помада в общем-то с момента нанесения помады прошло минут 10-15 она все так же комфортно лежит на губах губы не стянуты мне просто нравится приятный цвет хорошо лежит по контуру губ супер итак я вам оставлю ссылку прямо под этим видео зайдите в интернет-магазин посмотрите какой ассортимент очень приемлемые цены и если что-то захотите можете всегда себя порадовать делать заказ через сайт с вами была Лилия Донскова до новых встреч пока пока